Мобилизация в Харьковской области под угрозой срыва. Повестки во время первого этапа четвертой волны получили 8 тысяч харьковчан, но лишь 400 из них уже отправились защищать целостность Украины. В облвоенкомате поясняют, мало кто хочет брать в руки оружие, а потому предпочитают скрываться. Сейчас таких уклонистов около 4 тысяч. А из тех 4,5 тысяч человек, которые все же явились для прохождения медкомиссии, лишь 900 оказались пригодными для прохождения службы. И эти цифры тоже насторожили военных комиссаров. Таких порядка 4,5 тысяч на сегодняшний день в Харьковской области. Документы на расширку из козобовязанных поданы до органов Министерства внутричных справ, до прокуратуры. Из 4,5 тысяч из козобовязанных, которые прошли медицинскую комиссию, признанными годами всего 900 человек. Это говорит о том, что люди до сих пор в Харьковской области не совсем прониклись духом патриотизма по отношению к выполнению своего государственного обоиска по защите территориальной целостности Украины. И продолжаются такие моменты, как получение фиктивных справок. Сейчас в обл. военкомате работает контрольная комиссия, которая проверяет решения некоторых районных медкомиссий. Специалисты уже пересмотрели более 200 дел и выяснили, что 10 призывников оказались вполне пригодными для несения службы. Еще 30 человек отправили на дообследование. Тех же военнослужащих, которые не готовы идти на передовую, отправят в инженерные войска или же на службу по охране объектов. При приеме их в воинскую часть, немотивированных в патриотическом плане людей, они не принимают, возвращают обратно в военкомат. Этих военнослужащих призывают к мобилизации в роты и отряды охраны военкоматов, либо есть специально созданные подразделения в вооруженных силах, которые выполняют роль инженерного обеспечения того же позиции и так далее. А вот в этом военкомате мобилизация идет полным ходом. У добровольца Юрия Тараненко опыта участия в боевых действиях нет. Да и по второму образованию он водитель КРАЗа. Но мужчина утверждает – пора в АТО. Прятаться смысла нет. Надо идти защищать. Больше некому, в принципе. Ребят молодых жалко. А семья у вас? Есть, да, дочка. Сколько дочек лет? Ну, дочка замужем, 21. И как они вообще смотрят на то, чтобы добровольца? Ну, не хотят, но горят болей, но я не собираюсь. Комиссию пройду, если пропустят, пойду. Здесь сегодня и призывники. Однако особого желания идти на войну у них нет. Получил, да, повестку на предприятии, пришел на медкомиссию, прошел благополучно, сказали, что будем. И, соответственно, после этого последует какое-то распределение в воинские части, либо в какие-то подразделения вооруженных сил Украины. Это после беседы с комиссаром мне сообщили. Сейчас ожидаю решения по себе. Все-таки люди у нас в стране должны решать, как они хотят жить, а не поддерживать решения, которые заведомо могут привести к таким трагедиям. Получил ее, ну, точнее, пришла на предприятие, я узнал об этом позавчера. Вчера она была, ну, позавчера была без печати, вчера с печатью. Вот пришел, получил, пришел в военкомат. Вообще, я бы считал, что это все можно решить мирным путем, но, как видим, не получается. Он присягу давал, вот пришел. То есть у вас военно-отчетная специальность есть? У меня есть военно-отчетная специальность. А можно у вас наше питание? Техник, радиосвязное оборудование, самолетов, вертолетов. А вот судьи, чиновники, депутаты Совета в Харьковской области признают в обл. военкомате, пока что не под одну из волн мобилизации не попадали. На вопрос журналистов, почему, ответ весьма обтекаемый. Все, как вы понимаете, депутаты, чиновники и так далее, они являются такими же гражданами Украины, пользуются теми же правами, которые и остальные граждане Украины, в том числе вот эти 4,5 тысячи, которые разыскиваются. И в том числе те, которые имеют право на освобождение или отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, по семейному положению и так далее. В итоге Харьковской области первоначальный мобилизационный план решили урезать. Призвать теперь хотят 2793 человека, вместо изначально озвученных 3,5 тысяч. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения новости.